Здравствуйте, господа автоматизаторы! На форуме Automated Testing Info разговаривалась горячая дискуссия по поводу использования или не использования паттерна Singleton в автоматизации тестирования. В своих постах я говорил о том, что есть очень много вариаций на эту тему, на тему Singleton, которые на самом деле могут очень сильно отличаться от первоначального определения паттерна. Для того, чтобы узнать то самое первоначальное определение, милости прошу на Википедию. Чтобы не изобретать сферического коня в вакууме, я решил показать практический пример выноса браузера, в данном случае это драйвера Selenium, из вне тестов и из вне классов на основе по ежёбчику. Давайте посмотрим на код. Это тест-кейс. Он написан на языке C-Sharp и для тестирования используется Framework and Unit. Что есть в этом тест-кейсе? Создается так называемый экземпляр странички Google. И вот этот Google Search Page это есть как бы... Это и есть класс, который реализует паттерн PageObject. То есть он хранит все свои свойства, все информации во всех элементах и информацию о всех действиях, которые можно провести страницей внутри. В данном случае у нас есть так называемый Google Search Phrase. это наше expected значение, которое мы будем ожидать и которое мы будем использовать в тестировании. У Google Page вызывается метод search, куда передаётся Google Search Phrase. И вот наши проверки. Вот это наше expected значение, то есть то значение, которое ожидаемо. мы хотим получить ту фразу в заголовке страницы браузера, в данном случае я уточню, которую мы ввели. А это получение актуального значения. И заметьте то, что в данном случае используется какой-то некоторый внешний класс веб-браузер, у которого вызывается метод getInstance. И в данном случае после вызова getInstance мы получим instance веб-драйвера и уже у веб-драйвера будет вызван метод title. Давайте рассмотрим страницу Google Search Page. Во-первых, у нас есть такое сокращение, функция, которая возвращает в instance браузера текущего. В данном случае это сокращение для вот этой строчки она вызовет опять же из внешнего класса веб-драйвер getInstance. Дальше по коду используется сокращение getDrv. Вот так находится наш search-бокс у Google вот drv findElement byName Q Вот как реализован метод search. Сначала показывается сначала мы заходим на страницу Google дальше в search-бокс мы набираем поисковую фразу которая нам пришла через параметр дальше мы нажимаем на enter ну это не совсем хорошая строчка кода но это пример поймите меня правильно что тут очень важно тут важно то что есть некоторый внешний класс на самом деле вынесенный веб-драйвер который доступен извне отовсюду и этот самый драйвер находится реализован в классе веб-браузер давайте давайте к нему и перейдем вот этот небольшой класс что тут осталось от Singleton во-первых есть статический приватный класс member instance который доступен только внутри класса второе у нас есть приватный конструктор то есть экземпляры вот этого класса извне создать невозможно но на самом деле в данном примере так как это не совсем это вариация Singleton вот эта строчка совсем была не нужна но для обычного Singleton такая строчка нужна есть у нас тоже известный для Singleton статический метод getInstance вот он как раз и порождает новый экземпляр если это нужно давайте проверим посмотрим как он работает если наш instance это вот он равен null а по умолчанию он равен null то мы создаем новый новый веб драйвер в данном случае это будет Internet Explorer драйвер но вот можно поставить разные там if и else и в зависимости от какой-то внешней конфигурации создавать Firefox и хромы и вот и все то есть у Singleton главное есть приватный приватный member instance есть get instance который можно получить повсюду и если мы единожды создали экземпляр веб драйвер то есть instance не null то этот самый instance пока мы его не сделаем null будет всегда возвращаться то есть браузер будет один и тот же instance один и тот же экземпляр браузера то есть середнего веб драйвера будет доступен извне отовсюду ну и тут я реализовал метод close который закрывает веб-браузер проверяем есть ли instance null то вызываем метод quit у веб-драйвера и делаем instance null и в данном случае в следующий раз когда будет заброшен get instance то он автоматически создаст новый экземпляр нового браузера откроется новый браузер и в данном случае это позволяет нам ну в данном случае мы можем закрывать во-первых браузер извне применяя close без всякой инициализации драйвера без всякой передачи драйвера в странице pageobject то есть браузер в данный момент у нас просто вынесен вне и инициализируется сам по себе давайте запустим тест кейс чтобы не быть голословным так это у нас был это у нас было и есть nunit поэтому в данном случае я применяю отдельную оболочку он еще не прошел он еще не совсем зеленый и в данном случае браузер начинает синтезироваться то есть если instance был равен нулю то будет присвоен instance вот это я прошел тест кейс вот наша поисковая строка this is a test вот сейчас произойдет проверка да и тест кейс упал потому что он ожидал в заголовке страницы увидеть строку this is a test с большой буквы а на самом деле строка была в спаленке буквы это причина падения тест кейса ну самое главное что запомнить что теперь вот такая реализация такая реализация контроля так сказать драйвера веб-драйвера веб-драйвере позволяет получить к нему доступ извне из любого абсолютно из любого места кода из тест кейсов и возможно из классов пейчопчик и из любых абсолютно любых других функций где по области видимости этот класс проходит так как этот класс паблик то он в принципе должен быть доступен везде внутри проекта спасибо за внимание